Маленькая белорусочка-брещанка Катюша Думка, появившаяся на свет в конце июня, готовится к первой встрече со своей большой семьей. Праздничный наряд с любовью, подготовленной мамой и Оксаной, малышка надевает с удовольствием, не плача. Ника призничает, наверное, понимает, что уже ее заждали с нетерпением папа, бабушки, дедушки, братики и сестрички. Честно, эмоции вообще переполняют. Я в очень, на самом деле, нервничаю. Людей собралась, группа поддержки огромная. Ждем супругу. Ждем супругу. Надеюсь, она очень сильно удивится. Вот оно, долгожданное появление виновников торжества. Сколько тепла в глазах близких, сколько любви, внимания, заботы. Причем не только со стороны родных. Поддержать Оксану пришли многодетные мамы города, встретив женщину большим танцевальным флэш-мобом. Кто, как не эти женщины, понимают все счастье появления малыша на свет. Мои родные. Я в шоке. Девчонки, я горжусь, что мы с вами одна банка. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Думка в преддверии Дня Независимости. Сегодня жизнь идет своим чередом. Папа – первый друг для сыновей. Собрать железную дорогу или выполнить комплекс на турнике – папа может все, что угодно. Ты занимаешься физкультурой. А как часто? Вот чему тебя научил папа на турнике? Подтягиваться. Это делать пресс. Ты хочешь быть сильным? Да. Девочки – мамины помощницы. На кухне готовят праздничный обед. Малышки уже показывают первый кулинарный опыт. Готовят блинчики с вареньем, накрывают стол, украшая его, как и положено, к празднику. Каждый в большой семье знает свои обязанности. Каждый занят своим делом. Но это не мешает им быть одной командой, имя которой – семья. Я как пограничник служил в пограничных войсках. У нас традиция. Мы всегда на День пограничников все собираемся. Одеваем по возможности все тельняшки, скажем так, и идем в парк, на парад. Такие традиции у нас есть. Еще традиции. На мой день рождения ездим все время на отдых на озера Пулемецкий, Шацк. Свидетель, ну вот в ту сторону. Там у супруги бабушкин дом есть. Осталось. А мы туда приезжаем, ну и отдыхаем какое-то время. О большой семье Оксана и Илья мечтали всегда. Хотели, чтобы в доме звучал заливистый детский смех. А для этого, уверены молодые родители, что-то сверхъестественное совсем не нужно. Главное – любить и понимать друг друга. Молодые родители достаточно часто цитируют. Крепка бывает та семья, где нет владений буквы «Я», где правит только слово «мы», где есть совместные мечты. Совместно Илья и Оксана воспитывают и своих детей. Стараемся, папа помогает, чтобы поиграться. То есть пока Катюша спит, мы играемся, развиваемся. Потому что на тот момент, когда я была беременна, мы, да, детки домашние. Я переживала, что нет того развития, которое им дают воспитатели в саду. Ну, я про девчонок. Маша, Даша. Поэтому дома мы старались заниматься, и они все, просят и сейчас поиграться в школу. Поэтому там, ну, лепка, рисование, вот они это очень любят. Либо просто порисовать, там, математика, фигуры. Традиционно вечером за одним столом большая семья собирается, чтобы обсудить планы, поговорить об успехах каждого и просто пообщаться. Ведь так важно быть услышанным, понятым, согретым теплом, окруженным заботой, лаской, вниманием. Ведь семья – это и есть то, ради чего стоит просыпаться каждый день, дышать каждую секунду и молить Бога каждое мгновение, чтобы он ее оберегал и защищал. Я с детства хотела, чтобы у меня было много детей. Честно признаюсь, хотела, чтобы было трое детей. Вот сейчас, сейчас пятеро, да, но сейчас вот семья, да, полноценная. А стереотипы, деньги, там еще что-то. Я против этих стереотипов. Мы все знаем, что наши бабушки рожали много детей. И сейчас семьи, у меня много знакомых семей, в которых много деток, и они счастливы. Почти, я считаю, я реализовался. Потому что я ничего не строил, никаких планов таких уже, что там и дом, и квартира. Это государство хорошо, что помогло. Ну, у меня стройка на данный момент еще идет, ну, в процессе там отделки еще. Ну, в 30 лет, я считаю, для себя я как-то так уже, ну, то, что я хотел, скажем, у меня уже есть. Дальше, дальше будем двигаться, как получится. Не буду загадывать, ну, буду расти детей, стараться, чтобы выросли хорошими людьми, вот, добрыми, главное. Ну, и тоже, наверное, ценили семью и тоже создавали такую же большую семью, как сейчас живут, которые. Анастасия Ноздрим, Плотницкая, Андрей Щербат, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, БУК-ТВ.